Есть одна самая большая и самая загадочная страна в мире. Ну то, что самая большая, понятно, да, такую территорию не охватить, не переехать. Почему загадочная-то она? Потому что у нас предпочитают ездить на автомобилях технические узлы, которые изготовлены в 60-х, 70-х годах прошлого века. Это я о ВАЗах, это я о Деон Экси. Который является Opel Cadet'ом 84-го года. При этом за все это дело, за машины даже не конца 20-го века, а 70-х, 80-х годов, мы готовы платить 400 тысяч рублей. Это я о приоре. Автоград представляет автомобиль 21-го века. Вортекс Корда. Естественно, кто-то может сказать, что он чем-то напоминает такой автомобиль, как Черри Амулет. Но, смотрите, мордочка поменялась. Но и так, гарантия и сделано все в России. Правильнее сказать, собрано в России из машинокомплектов. То есть к официальному символу, потрясший всей мир, как и по спортивным достижениям, так и по организации Олимпиады в Пекине, в наши ручки прикрутили только колеса и поменяли шильдик. Скоро, очень скоро, вторая мощнейшая гибридно-коммунистическая капиталистическая экономика мира откажется от импорта технологий и перейдет к экспорту, дабы сократить транспортные затраты. И вот пример. Настоящая грамотная малолетражка собственной разработки. И на 100% из собственных комплектующих. Кстати, по сути, нам бы отвернуться от Запада, и на Восток переориентироваться надо. Восток, который еще называет Россию старшим братом. Восток, в котором Иванов Раства непомнящих нету. Ну а старшему брату, естественно, только лучшее. Ну когда поедем-то? Да поедем попозже. Когда немножко дорожки приберут. Это будет от после Нового года. Потому что, извините, бюджет дорожный в этом году исчерпан. Зато у нас появились большие километры дорог от автобана. Чему я несказанно рад. Для чего я сейчас сел за руль? В ашарах, типа. Вот камера не передает запах. А я скажу, как пахнет Vortex Corp. Кстати, он пахнет так же, как 90% всех новых автомобилей. Потому что, извините, наиболее динамично развивающийся автомобильный рынок это китайский. И 250 миллионов тонн стали, производительных в Китае, это вам не хухры-мухры. Сколько там тонн пластика, ткани и всего производится. Я не знаю, но вся Америка ездит и одевается в том числе и на китайских автомобилях. Китайцы это сейчас. И достаточно крутые марки. Ну и самая крутая марка это Chery. Естественно, китайская, родная. Собственные разработки. Чего в этом автомобиле нет. При этом цена 360 плюс подарок 10 тысяч. В этом автомобиле нет стеклоподъемников, зато есть кондиционер. В этом автомобиле нет подушек безопасности. Ну, зато запчасти здесь стоят очень дешево. Потому что очень распространенная марка. Здесь нет магнитола. Это на ваш вкус и цвет. Сейчас в моде 2-годиновые. Естественно, китайские. С GPS-навигацией, с камерой заднего вида и со всеми делами. При этом полностью дооборудовать этот автомобиль, который уже оснащен сигнализацией, можно всего за 7 тысяч рублей. Да-да-да, на базаре покупайте вот такую китайскую магнитолу. Ставьте и ездите. А в остальном, ну, нормальный, грамотный, спланированный автомобиль. В котором достаточно места. И, честно говоря, опять же, если выбирать автомобиль ценовой категории 360 тысяч рублей, то вот эта машинка того и стоит. Вообще-то, надо понимать, в рекламе ставится цена за минимальную комплектацию. Машина на полном фарше, то есть реально хорошая и упакованная. Стоит денег, от которых, да, вы будете говорить в смысле, да нафиг за такое платить. Вортекс Корда стоит своих денег, и это прямая и явная угроза всему, что продается в категории до 400 тысяч рублей. Это и седан, и хэтчбэк в одном. Это возможность поставить и резину побольше, благо арки позволяют. Здесь места на заднем сидении больше, чем у тазика. Да и, кстати, марка Deo собирается далеко не в Корее. Я имею в виду малолитражки Deo. Так что Вортекс Корда – честный автомобиль за свои деньги. Автоград Правда 59 – полное разнообразие автомобилей, которые вы себе можете приобрести. Кредит по документам. Какие автомобили? Ну, семейные седаны, эконом-класс и, естественно, кинглы – это джип. Кроме всего прочего, что радует, когда посещаешь Автоград здесь на Правда 59? Это разнообразные цвета. Естественно, это металлики, при этом с вас экстра денег за них не просят. Как, возможно, в других автомобильных салонах, которые торгуют автомобилями середины 20 века. Теперь, что мне в Корде понравилось? Я все-таки автомобилист. Облазил весь автомобиль. Задняя дверь поднимается полностью. На заднем сидении их все трехточечные ремни безопасности. Они средний поясной, как, опять же, у нас других. Чем отличается автомобиль 21 века? Тем, что здесь стоят локеры. На передней и на задней оси. То есть, ну, меньше страданий и ржавчины. Под капот заглянул. Что порадовало? Ну, во-первых, плита. То есть, нефиг лазить, если не понимаешь. Для тех, кто понимает, есть все-таки такие вещи, которые упрощают ремонт этого автомобиля. Как то, стартер, который располагается, очень удобно. Прямо сверху. Понимаете, некоторые его аж за коробку туда заворачивают. Здесь все удобно. Миниратор сверху. Кстати, есть еще и датчик уровня охлаждающей жидкости. То есть, серьезная модель 21 века. Так что, 360 тысяч рублей и плюс новогодний 10-тысячный подарок от Автограда. На Правда 59 делают приобретение Vortex Corde приятной новогодней покупкой. Продолжение следует...